Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня невероятной красоты выкладка, просто великолепная, прекрасная у нас. Любимые многими колоды к нам и драконы, и миражи пришли сегодня, и китайская замечательная с иероглифами, китайская, японская и так далее колода. На все это есть обзоры, вы можете зайти в плейлист с обзорами колод Тару и Оракулов, и там просто полную информацию подчеркнуть касаемо любой колоды, которая на канале присутствует. У нас сегодня смысл видео в том, чтобы посмотреть, есть ли у человека, которого вы загадываете, какие-то призраки прошлого. Но вот бывает такое, что человек, например, испытал определенные неприятности в свое время, какая-то была ситуация, может быть, которую хочет забыть. И не обязательно она будет позорной для этого человека, может быть, просто это тяжелый какой-то период времени, который для человека является теми событиями, которые не дают спокойно жить, засыпать, испытывать боль. Вот этого можно поковыряться. Кстати, вы можете и себя загадывать для того, чтобы разобрать какие-то, может быть, ситуации, беспокоящие себя самого. Потому что бывает такое, что вроде времени уже много прошло, вроде бы уже и думать не говорить ни о чем. Но человек все равно на подсознательном уровне мучается от того, что происходили когда-то, какие-то события. И вот с течением времени не может избавиться от переживаний. Если вы с новым каким-то знакомым повстречались, тоже интересно понимать, насколько травмирован психический человек. В общем, можно любого человека, с которым вы общаетесь, с которым у вас есть отношения, нового знакомого, себя загадывать. Если вы хотите на эту или другую тему, например, тайны человека и так далее, получить расклад или перспективы отношений, или разбор конкретных отношений, или диагностику магического негатива, большая карта УЗИ, перспективы трудоустройства, профориентация. В общем, до бесконечности я могу эти темы назвать, потому что любой вопрос, который у вас возникает, мы можем посмотреть. То есть, когда вы приходите, здесь уже в режиме профессионального просмотра, индивидуально для вас снимается вот такой вот полномасштабный вожди фильм, который вы можете потом пересматривать. Это будет личный ваш расклад, который только вы или тот, кому вы сами отправите ссылку, сможет посмотреть. Для того, чтобы понять, как это сделать, как именно от меня получить вот такой расклад, в прикрепленном комментарии в описании к этому видеоролику заходите и видите ссылку на видео, в котором подробно, с уважением к вам, все объясняю, что и как, где вы можете, собственно, получить, куда бежать, куда писать, и в каком виде, какие бывают расклады и прочее, и прочее. Не будем на это сейчас особо, скажем так, отвлекать внимание. Для тех, кто выбрал позицию номер. Давайте позицию номер 3. Сегодня посмотрим, что расскажут нам замечательные дракоши в вашей ситуации. Опять же, посмотрим, что за человек такой, с какими людьми связана. Может быть, история призраков прошлого. Первое, давайте посмотрим, вообще есть ли у человека реально что-то, что он хотел бы, да, вот забыть. Да, здесь, кстати, у человека действительно есть, причем даже это может знаменоваться периодическими ночными кошмарами, когда, вот видите, о чем только начала говорить и даже подтвердила карта. Человек испытывает повторно ужас от перенесенного, может быть, для кого-то это муки совести, но у человека реально есть болезненная ситуация, которая даже во сне может приходить, которую человек может видеть, и повторение которой человек боится. Скорее всего, эта ситуация была связана с обманом и, знаете как, неадекватным поведением в ответ на инициативу другого человека. Это может быть история, когда того, кто тянулся к этому человеку, просто там обманули, или этот человек хотел с кем-то, допустим, выстраивать отношения, его жестко обманули, и здесь вот слово кидалово, как можно более подходит. Давайте здесь посмотрим сейчас, в какой сфере это происходило. Смотрите, это сфера родственных взаимоотношений и сфера рождения детей. Для кого-то из женщин это может быть проблема, связанная с беременностью от человека, которому она доверяла, но, к сожалению, здесь произошло все не так, как хотелось. Матери и дети, вот то, что касается материнства и детства, тяжелые ситуации, отношения матери к ребенку. Или отношения выросшего ребенка к пожилой матери, например, неадекватное какое-то, после чего человек, вспоминая то, что происходило, говорит, если бы я мог все это изменить, я бы, конечно, изменил, но уже поезд ушел и не получается это сделать. Вот об этом идет речь. Для кого-то это пьянство родителей в вашем детском возрасте или в возрасте детском того человека, которым вы загадывали, поэтому здесь такой полный букет. Причем у одного человека может даже сразу несколько вариантов, которые были названы проиграться, потому что одно другое, собственно, захватывает тематически. Поэтому в сфере именно взаимодействия с близкими. Что касается денег, это очень маленькая часть, когда родственники могли некрасиво поступить относительно денег. Например, когда жена, прожившая с мужем, допустим, 30 лет, остаются без двора в итоге. Или ситуация, когда родственники, допустим, втихаря переоформляют недвижимость в том числе или какое-то имущество. Вот все это здесь задействовано. То есть все, что было произнесено, какая-то часть, а для кого-то, к сожалению, полный набор вот этих мероприятий может быть теми самыми призраками прошлого. Для кого-то это реально может быть ушедший родитель или родственники, бабушка, мама, которые до сих пор, после действий которых до сих пор и каются. Люди на расстоянии и у большинства здесь все-таки люди, которые уже потеряны для человека. То есть кто это может быть? Это люди либо, которые территориально действительно находятся на расстоянии и достаточно малое общение происходит, если оно вообще происходит. Либо люди реально ушедшие просто в мир. Ну и здесь тоже отображаются вот с ними все это может быть связано. Интересно, конечно, как у кого это проиграется, если правильно сработала интуиция ваша при выборе. Но тяжелая позиция, тяжелая энергетически. Что бы человек хотел забыть? Ну, смотрите, здесь история манипуляции над самим человеком. Может быть действия мужчины знака земли или огненного знака подвижного, активного, такого манипулятивного по своей сути. Давление со стороны этого человека. И вообще давление, когда человека заставляли что-то делать, настаивали, подавляли волю. Вот это человеку хотелось бы забыть. Вот это здесь, да. Как то, что человек хотел бы забыть. Как какие-то сообщения о вот этих призраках прошлого. Особенно это может быть издевательство пьяных людей, взрослых, да. Вот, например, надо человеком, когда он был еще в таком раннем возрасте. Это тоже отображается. На ближайшие полгодика перспективы того, чтобы человек забыл. Нет, человек пока в ближайшие полгода не забудет. Ощущение, что все это мероприятие гораздо дольше останется с тем, кого вы загадывали, к сожалению. И здесь еще один есть очень интересный момент. Вот в рамках того, что мы смотрим, здесь ложатся карты, которые говорят о том, что человек как будто бы сам не может это пережить. Возможно, нужна помощь. То есть, возможно, нужно проработать раскладами. Возможно, нужно пойти к психологу. Иногда бывает такое, что психологи, исходя из своего жизненного опыта, что-то вам советуют и так далее. И это не совсем правильно в той ситуации, которая у человека возникла. Поэтому, что здесь можно сказать? Хороший метод, но если человек сам за столько лет с этим не справился, наверное, надо все-таки искать помощи. И помощь в виде, например, раскладов тоже очень помогает. То есть, что делать, какие конкретно действия совершать для того, чтобы это ушло. Есть ритуалы, которые помогают, опять же, действительно избавиться от такого рода переживаний. Поэтому, ну, здесь надо работать, потому что само, к сожалению, вот тут не рассосется. Хотелось бы сказать только хорошее что-то, но есть как есть. У многих это именно переживание детства. И переживание детства по поводу тех людей, которых в вашей жизни или в жизни того человека, которого вы загадывали, особо-то уже и нет. Вы знаете, не уходите в себя. Вот здесь, смотрите, очень ясная, очень классная вот просто выкладка по совету, предостережению. Не уходите здесь в себя. Не пытайтесь это самостоятельно, не говоря ничего никому прожить. Но, опять же, и не нужно идти распространяться на весь белый свет, если вы о чем-то не хотите рассказывать. Но нужно выбирать такое доверенное лицо, которое может вам помочь, которое еще и не будет трепаться потом по секрету всему свету о том, что происходило. Потому что вряд ли человек по этой позиции захочет, чтобы на широком каком-то, скажем так, на широкую аудиторию это обсуждалось как-то. Поэтому здесь главное не уходить в себя и не пытаться самостоятельно, вот как-то, да, стыдясь того, что это с вами было или переживая внутри себя, пытаться преодолеть. Здесь вот идти нужно к людям, нужно общаться, нужно разговаривать. Возможно, смотреть какие-то видео, которые будут говорить о тех людях, которые что-то подобное тоже переживали в своей жизни, но только позитивные истории. То есть вот о тех шансах, когда люди свои истерики, свои вот эти вот, видите, прям как призраки в скале здесь даже. Сейчас вам покажу эти лица как будто бы, видите. Как люди избавлялись только тех, кто успешно это прошел, а не просто сидеть, да, в клубе по интересам, где всем плохо и все ноют. Это не тот вариант, который поможет. Поэтому здесь интернет-площадки и истории, советы, интернет, опять же, психологические какие-то или врачебные публикации. Ну и что касается получения консультаций. Здесь тоже у кого-то консультации, в том числе онлайн. Ложаться тут из песни слов не выкинешь, как говорится. Для тех, кто выбрал позицию номер 1, давайте посмотрим, что здесь практически льняная колода расскажет. Не знаю, видно вам структуру, как будто бы льняную на колоде, но давайте смотреть. Есть ли действительно какие-то сложные переживания, которые человек хотел бы забыть? Ну, вы знаете, здесь уже человек достаточно многое преодолел. Я не могу сказать, что достиг полного дзена, хотя одна из карт свидетельствует о том, что практически гармония уже наступила. Но мы можем очень четко говорить, что человек одно время засел в состоянии, когда он был ограничен в возможности что-то с этим сделать. Для кого-то, к сожалению, здесь тоже может быть история, когда человек в местах не столь отдаленных находился. Это не для всех по этой позиции, конечно же, но есть люди, которые сами или у которых близкие люди попали в такие, собственно, заведения. Не могли из них какое-то время вырваться там, где ограничивали их свободу. Поэтому здесь история в целом обдуманная, передуманная, оцененная, переоцененная уже человеком. И можно говорить о том, что человек, по крайней мере, знает, каким образом преодолевать свои страхи, которые периодически просыпаются. А здесь есть, к сожалению, история, когда, может быть, даже с лунными циклами связаны переживания. Особенно для какой-то дамы, женщины, знака воды или воздуха. Интеллектуальная, достаточно безэмоциональная, рациональная дама. А здесь еще, смотрите, в принципе, проработано гораздо больше половины. То есть здесь уже история, когда человек процентов 70-80, наверное, проработал в своих страхах. Причем все это было достаточно дальнее, далеко в прошлом. Лет 12-15 назад это могло происходить. Для кого-то это детство, тоже травма. Но здесь есть, немного еще осталось. Сфера перенапряжения, душевных переживаний и здоровья физического. То есть здесь есть история, когда для кого-то из людей могла быть достаточно тяжелая какая-то манипуляция врачебная. В детстве перенесенный наркоз определенным образом. Но не обязательно в детстве, но достаточно давний уже период времени. И вот у человека тягостные переживания. С тех пор, возможно, какая-то болезнь. Или уход за достаточно тяжело чувствующим себя больным человеком. Это семья и собственное здоровье. Вот об этом речь идет. Для кого-то это собственная клиническая смерть, в том числе, из которой человек вернулся. Но и уход близких здесь тоже отображается. Но видите, здесь комплексный подход. Какой-то у человека все-таки к этому уже был. И очень многое, еще раз могу сказать, здесь уже пережито. С теми людьми, которые отказались от этого человека по собственной инициативе. То есть вот те люди, которые сказали, нет, я с тобой больше не общаюсь или просто исчезли из жизни человека. К сожалению, для кого-то это и вопросы еще смерти близких людей были. А у кого-то, к большому сожалению, мог и ребенок тоже покинуть этот свет достаточно внезапно. Для кого-то является смерть домашнего животного и тяжелая какая-то болезнь. Тоже вот той травмой, которая называется. Вот прошло там, допустим, 12 лет, была кошка Дусенька у меня. До сих пор вспоминаю, до сих пор плачу. До сих пор вот как-то не могу отпустить эту ситуацию. Вот так люди могут воспринимать это. Хочется ли забыть? Да, вот есть что-то. Вы знаете, человек не хочет забывать, он просто хочет проработать. Называется, забыть я об этом не забуду. Но помните, я это буду, но мне нужно при этом чувствовать себя более-менее адекватно, нормально. Вот такая позиция человека. Но это мудрая, это адекватная, взрослая позиция человека. Потому что, конечно, когда происходят какие-то тяжелые ситуации, память практически блокирует то, что пережил человек. То это тоже, с одной стороны, спасает от шока, с другой стороны, не очень хорошо потом в течение жизни для психики. Потому что все равно всплывают подобного рода вещи. На ближайшие полгода у кого-то знака воды или воздуха девушка будет прорабатывать и успешно будет прорабатывать уже в течение 2-3 месяцев ближайших. Все это будет. Кстати, может открыться для человека какой-то новый пласт. То есть будет затронуто заживое что-то. И вернутся переживания, которые касаются как раз-таки вопросов людей, которые могут нас покинуть. Вот эта тема может стать актуальна для человека. Но тут успешная работа. То есть если человек, тем более, осознанно подойдет к этому, очень даже большой успех ждет. Не стоит прямо сейчас начинать вот эту проработку, потому что сейчас завершается либо какое-то важное дело у этого человека, либо есть просто до переживания, до предыдущего этапа. Поэтому нужно дать себе чуть-чуть времени. В ближайший месяц не планировать, а планировать хотя бы 2-3 месяца. Вот где-то в ближайшие начать заниматься следующим этапом. Потому что сейчас как раз-таки, возможно, затягивается была рана очередная и формируется рубец. И когда все это уже пройдет, пройдет период реабилитации данного этапа, можно будет начинать следующий. В целом, позиция неплохая. Конечно, у нас позиция 1, 2, 3 компот из миражей. Давайте посмотрим, что же здесь у человека. Ну, вы знаете, здесь больше, я не вижу здесь огромных каких-то переживаний. То есть, если человек реально в депрессии, реально что-то переживал, это не его позиция. Если сейчас есть еще какая-то большая проблема. Здесь уже, знаете, как вот седьмой водой смыло, тремя водами омыло дополнительно. Потому что у человека все как-то прошло, возможно, здесь было какое-то искупление или, по крайней мере, этап красивой жизни, который позволил залечить те раны, которые были нанесены в более раннее время. Но я не могу сказать, что у человека прям вот мучают, пытают призраки прошлого, что он не находит себе места как-то. Нет, здесь больше история, когда человек говорит о том, что, ну, я же не один в этом участвовал. Вот я и не переживаю. Пусть кому надо, тот и переживает. Потому что человек вообще считает, что то, что происходило, это не особо-то его вина. Что есть люди, которые виноваты и больше него, скорее всего, в этой ситуации. Сферы были в личном и в работе. Вот в этом моменте были трудности. В завершении взаимоотношений жестких достаточно. И участвующим лицом здесь мог быть мужчина от 40, знака воды или воздуха, симпатичный внешне, с такими достаточно пышными волосами, не очень темного цвета, может быть, даже светлого. Человек достаточно близкий. Вот те люди, которые являлись важными в жизни, с семьей. Для большинства это бывшие работодатели или бывшие партнеры, именно любовные партнеры, бывшие мужья, жены. Вот про это. Ну, как-то прошел дальше здесь уже. Перспективы на ближайшие полгодика. Ну, вы знаете, кстати, может еще и кнуться что-то человеку по этому поводу. Это будет как щелчок по носу и такой достаточно интересный урок. То есть, если в прошлых отношениях остались какие-то обязательства или дети, или какое-то общее имущество, или вот такого рода какие-то моменты, то здесь человеку может и кнуться. Например, вот там развелись, поделили квартиру пополам, кто-то живет, а, допустим, налог должны платить пополам или что-то как-то. А человек не платит и не платит абсолютно, да, вот принципиально. То через какое-то время, скорее всего, либо с него это будут взыскивать, либо человек получит какой-то достаточно значимый удар, который будет касаться мероприятий, в том числе документального и финансового характера. То есть, здесь будет впредь тебе невежа наука. Каким-то образом здесь будет задействована женщина, знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная. Вы знаете, не начинайте сейчас никакую заваруху, не пытайтесь поддерживать человека, помогать ему решить сегодня, здесь и сейчас, танцы с бубнами какие-то устраивать вокруг подобного рода ситуаций. Это не нужно. Дайте человеку шанс, чтобы он исправил это сам. То есть, выразите просто свою уверенность в том, что он может преодолеть, в том, что он является хозяином своей судьбы и может как-то исправлять те ситуации, которые были или есть в его жизни. Еще здесь можно сказать, что вы должны вести себя спокойно максимально в рамках того, что происходит. Потому что, если вы потеряете какое-то состояние спокойствия, безмятежности может быть и контроля, в том числе, хотя это парадоксально, безмятежность и контроль, они вроде бы противопоставлены друг другу. Но вот здесь какой-то с большой уверенностью, в том, что все будет хорошо, контроль, вам не нужно этой уверенности терять. И тогда все у вас будет абсолютно адекватно по этой позиции происходить. Ну или у человека, которого вы загадали. Всем, друзья, удачи и благополучия. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok